И снова здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сёстры. В данном видео мы с вами постараемся проанализировать те выступления, которые имели место быть за последнее время со стороны российских политиков, представителей российского медиапространства, а также многочисленных представителей армянства, проживающего на территории Российской Федерации. И начнем мы с такой, условно назовем, личности, хотя одно из последних его выступлений меня крайне удивило, это, как вы уже узнали, наверное, Соловьев. В одном из своих выпусков «Полный контакт» он, я бы сказал, в крайне жесточайшей форме выступил против армянских радикалов. Да, конечно же, как и любой недавно слушка, бросил косточку в адрес бывших хозяев, но он явно отходит от них. Может быть, я ошибаюсь? Да нет. По данному видео, которое находится перед вашими глазами, ссылку на которое я обязательно оставлю под данным видео, Соловьев, в частности, заявил. Первый момент. Он четко разрушил армянскую ложь в отношении того, что Армения нанесла громадный ущерб азербайджанским вооруженным силам. Он четко указал на трусость армян, проживающих в Армении и в России. Он также, можно сказать, заявил о том, что вооруженные силы Армении заранее капитулировали. Помните, в свое время я говорил о некоторых генералах, которые отказывались посылать своих солдат в Карабах? Практически Соловьев подтвердил мои слова. Крайне важно также осветить тот момент, что Соловьев выставил армянство лжецами. ненавистниками России. Говоря о том, что не признавая так называемую республику Карабах, не участвуя в ее обороне, армянство почему-то заявляет о том, что русский солдат должен. Я хочу Соловьеву напомнить, что такой момент, в общем-то, продолжался на протяжении 30 лет. Когда русский солдат в начале 90-х помог оккупировать азербайджанские земли, а Армения говорила, что все это она сделала сама. Что же Соловьев тогда молчал? Также меня очень, я бы сказал, порадовало заявление Соловьева, в котором он можно сказать, подтвердил слова, некогда сказанные Примаковым. Да, Примаковым. И я вас ознакомлю с этими словами чуть позже. В отношении того, что Армения обязана была снять оккупацию в отношении, как минимум, семи районов, чтобы в отношении Карабаха, так называемой Нагорного Карабаха, хотя бы зашла речь какая-либо. Об этом говорил Примаков, об этом предупреждал, кстати, Примаков задолго до того, как об этом заговорил Соловьев. Идемте дальше. Он, можно сказать, даже похвалил Азербайджан за то, что Азербайджан действительно подготовился к этим событиям. Правда, он, как любой представитель армянского лоббизма, попытался выставить героями так называемых защитников так называемой Республики Карабах, но это понятно, он должен был бросить хотя бы какую-то косточку, заявив о 18-летних парнях, которые шли против танков. сейчас я, можно сказать, анализирую сразу два видео. Вот эти два видеоролика. Ну что можно сказать? А почему он не говорит о героизме азербайджанских солдат, которые шли по минным полям и освобождали вершины, наступая с неизменности? Может быть, об этом героизме стоило бы поговорить? Но Соловьев решил об этом скромно умолчать. О героизме можно было бы сказать, вспомнив, когда азербайджанские ополченцы сражались против российской армии, в частности, против псковского десанта. Об этом Соловьев тоже промолчал. Но не будем к нему относиться крайне строго, потому что другого от него и ожидать не стоило. В частности, касаясь тех сладких конфеток, которые он все-таки адресовал в сторону Армении, стоит также озвучить вторую конфетку, о которой он заговорил. Это якобы имевшее место проживание армян на территории Карабаха еще до того, как они появились на территории нынешней Армении. Интересно, родина армян это Балканы. Я уже говорил свое мнение и буду на нем жестко стоять. Вторая родина после того, как их изгнали кемериться с Балкан. Это было озеро Ван. Но как армяне очутились в Карабахе? Ведь озеро Ван очень удалено от Карабаха. То есть это опять-таки были некие беженцы. Не так ли? Если они и были. Кроме этого, если армяне всегда проживали на территории Карабаха, тогда есть еще один такой крайне интересный вопрос. Почему в момент ликвидации Удинского католикасата появилось две кафедры? Кстати, в уничтожении албанского католикасата участвовала как царская Россия, так и представители армянства, кому были переданы документы Удинского католикасата. Но это не хочу сейчас заставлять мозг великого комбинатора Соловьева думать. Ему сейчас о многом придется менять мнение. Тем не менее, почему после, я повторюсь, ликвидации Удинского католикасата появились две кафедры, одна из которых называлась Арцах Удинского католикасата, не армянского. Может быть, потому что Карабах являлся испокон веков родиной именно Удин тире Албан? Вопрос интересный. Кроме этого, многочисленный, кроме этого, почему-то Соловьев никак не акцентировал внимание на памятнике, который стоял на территории Карабаха в отношении появления армян на этой территории. Там было отмечено, что армяне появились 150 лет назад. Этот памятник был уничтожен. Но армяне прекрасно знают, о чем я сейчас говорю. Интересно, но опять-таки это косточки, это сладкие косточки. Во всем остальном же Соловьев действительно, я бы сказал, крайне жестко поменял свою позицию. Русские не должны воевать на территории Карабаха за армян. И что русские сделали большой шаг просто из-за жалости, можно сказать, к армянству, в отношении ввода своих миротворцев. Что еще меня удивило, это когда Соловьев заговорил о турецких миротворцах. Он четко поставил армян опять-таки на место. Он заявил, что Азербайджан освободил земли. И на этих освобожденных землях Азербайджан имеет право приглашать любых я подчеркиваю военных специалистов из любых стран мира, не оглядываясь ни на Россию, ни на любую другую страну. Потому что Азербайджан по сравнению с Арменией не является участником ни одного союза. Да, он возглавляет движение неприсоединения, но в самом названии этого движения главный смысл неприсоединившиеся, независимые, не вступившие ни в один союз. Это единственная организация, скажем так, я не говорю про международные организации, ООН и так далее. Это единственная организация, единственный союз, именно союз, да, это будет точнее, это не организация, в котором действительно Азербайджан состоит, не считая ООН и прочие, скажем так, регламентирующие организации в отношении существования государства. Ну что ж, как я уже сказал, меня очень удивило, что Соловьев практически повторил слово в слово то, что говорил задолго до него Примаков. Да, дорогие друзья, Примаков задолго до многих российских политиков, политологов, работников медиа обращался к Ливону Тарпетросяну и требовал именно требовал возвращения Азербайджану части Карабаха, большей части. Он говорил, что если не дай Бог это не будет сделано, давайте, впрочем, прочтем, что он ответил, Азербайджан умеет работать и ждать. Прошу прощения. Азербайджан умеет работать и ждать. Ресурсы у них есть. Пройдет 10, 20, 30 лет, они наберут силы и заберут у вас все. Как мы видим, данная статья вышла на Рамблеру, на российском медиасегменте, в российском медиасегменте интернета. Это тоже крайне важно. Азербайджан набрал силы. И если бы, опять-таки, в неочередное определенное давление, конечно же, России слова по-любому крайне интересной личности, как Евгения Примакова, сбылись бы с точностью именно на 100%. Хотя я вам скажу напрямую, его слова действительно сбылись на 100%. Потому что я уже говорил, что Путин хочет войти хотя бы в каком-то направлении, как действительно некий мирный агнец. Прошу прощения. Прошу прощения. Иногда включаются ролики, которые прикреплены к статье. Но давайте вернемтесь. Путин хочет войти в историю мировую хотя бы по какому-то из направлений, как мирный агнец. сейчас объясню. Через пять лет пройдет ли Путин в президенты или нет, это большой вопрос. Это первое. Второй момент. Через пять лет, учитывая то, что турецкие миротворцы находятся в Карабахе, учитывая то, что Путин уже в открытую заявил о том, что достаточно, чтобы одна сторона отказалась от нахождения российских миротворцев в Карабахе, чтобы Россия вывела своих миротворцев. Все эти факты говорят о том, что слова Пашиняна в худшем случае затянутся на пять лет. Я уже объяснял, почему Путин эти пять лет выгодны. это не только пройдет он в президенты или нет, это большой вопрос, но есть вторая причина. Он хочет мирно примирить армян, проживающих в Карабахе, смирить их с тем, что они вынуждены жить будут на территории Азербайджана. Как это сделать? На мой взгляд, очень легко. Уровень жизни классический пример. Вот и все. Газопровод, нефтепровод, железная дорога. У нас есть, что предложить, что не скажешь об Армении. Тем более, почему мои слова, на мой взгляд, верны, потому что он главное вытащил у армянства Кельбаджар. Это единственный район, который приносил конкретные доходы, когда обворовывались его недра, так называемый в кавычках республики Карабах. То есть этим самым он тоже как бы заставил со временем армян той части Нагорного Карабаха, в которой сейчас находятся российские миротворцы, бескровно вступить в состав Азербайджана. Те же, кто откажутся, вынуждены будут покинуть Карабах. Факты подтверждают мои слова. Не так ли? Но давайте пойдемте дальше. Раз мы заговорили о Евгении Примакове, который заявлял о талантах азербайджанского народа, о способностях азербайджанского народа и о том, что азербайджанский народ через 10, 20, 30 лет вернет свои земли и обращался со всеми этими призывами он к Ливону Тарпетросяну, то давайте поговорим о первом президенте так называемой республики Армения, о Ливоне Тарпетросяне. Его одно из последних выступлений даже шокировало меня. Ливон Тарпетросян что значит не пяди земли? Надо избавиться от болезни задний ум Арменина. Почему я сейчас акцентирую ваше внимание на данном заявлении спросите вы? Ну прежде всего Ливон Тарпетросян изначально в общем-то заявлял о том что Карабах придется вернуть и сейчас его слова так же как слова Примакова оказались пророческими и эти слова сейчас повторяю практически Соловьев интересно крайне интересно при этом знаете что интересно уж простите за такую тавтологию касательно повторения но тем не менее что Ливон Тарпетросян являющийся противником армянских националистов а также в общем-то уже и Пашиняна со временем после его предсказания иначе не назовешь войдет в историю армянского народа не просто как президент первый президент а как человек который старался спасти жизни армян тем более если тот план о котором я уже говорил в отношении российских миротворцев о передаче всего Карабаха Азербайджану в течение пяти лет сбудутся и когда армяне начнут чувствовать изменения к лучшему в их жизни Ливон Тарпетросян войдет в золотую книгу армянской истории таково мое мнение но давайте пойдемте дальше для того чтобы вы так уж не рукоплескать представителям российского медиа сегмента чтобы так уж не баловать вас изменением мнений в российско у российских политологов мы с вами поговорим о вновь всплывшем из небытия Николая Платошкина да он заговорил о ситуации в Карабахе давайте немножко послушаем что же он заявил а потом продолжим приступим давайте продолжим давайте я остановлю остальную ересь я даже не хочу слушать где же был Николай Платошкин когда еще в 90-е годы как он подчеркивал не 40-е времен Великой Отечественной войны а в 90-е годы конца прошлого века армяне массово изгоняли и убивали население Карабаха азербайджанской национальности где же он был когда в частности изгонялись даже русские проживавшие в частности в Агдаме где он был он пожалел армян а что они думали разве те районы которые нам переданы изначально не являлись азербайджанскими я уж не говорю про весь Карабах я говорю хотя бы про эти районы теперь в отношении террористов и Турции интересно крайне интересно армяне проиграли войну Турции есть есть ли у него хоть один факт участия хоть одного турецкого солдата на стороне Азербайджана нет есть ли у него хоть один конкретное свидетельство участия боевиков из террористических организаций Сирии нет а вот участие курдских террористов на стороне армян сколько угодно участие на стороне армян в частности представителей Дашнаков из Сирии и Ливана можно привести целый я бы сказал целый архив но об этом Николай Платошкин молчит знаете данное разногласие между Платошкиным Калашниковым и даже тем же самым Соловьевым и многими другими свидетельствует о правоте тех слов которые я уже говорил неоднократно о том что Россия многовекторна и к сожалению она не может избежать присутствия на своей территории таких как Николай Платошкин в разные времена при разных правителях Россия по разному относилась к армянскому националистическому сегменту я уже не раз говорил о уголовном деле начала прошлого века 1911 года когда в тюрьме первый раз оказался Гарегин Нжде и Дросман Канаян поэтому Россия разная и сейчас вы видите эту разницу даже проармянские политологи порой под вот этой тяжестью разнополярной политики России говорят противоположные речи но давайте продолжим и перейдем с вами к следующему в данном случае к следующей статье Денис Коновалов дипломатическое поражение почему Россия уступила Турции в деле Нагорного Карабаха ну что мне хочется сказать в отношении этого а в чем она уступила может быть она уступила не Турции а ООН которая уже давным давно заявляла чтобы армянские вооруженные силы покинули оккупированные земли Азербайджана почему-то Денис Коновалов об этом умолчал а заговорил о Турции в частности то же самое требовал Иран но об этом опять-таки Денис Коновалов умолчал не странно ли это однобокое мышление Думаю крайне странно Перейдемте к следующему так называемому политологу Никите Ташангин Если Армения потеряет Карабах то Россия потеряет Армению Но знаете это крайне смешно учитывая что в свое время Жириновский четко высказался как бы мы к нему не относились в отношении того как будет себя вести Армения И кроме этого давайте начнем с того что Россия начала терять Армению Армению в общем-то Если Армения потеряет Карабах а на самом деле если Карабах будет возвращен полностью Азербайджану разве от этого опасность для Армении своего существования пропадет исчезнет Турция Ведь армяне всегда говорят что турки хотят нас уничтожить Неужели Турция резко исчезнет с географической карты Земли Не верю Не верю дорогие друзья Не верю Поэтому я не буду тут скрупулезно отвечать этим политологам Давайте перейдемте к следующему В данном случае петербургскому депутату Борису Вишневскому который обвинил Путина в предательстве Армении Знаете Соловьев можно сказать сам ответил данному депутату Мне здесь нечего повторять Почему Россия должна воевать против Азербайджана Почему Россия должна ради Армении портить отношения с Турцией и Азербайджаном Тем более Азербайджаном в котором по сей момент действуют русские школы можно получать высшее образование на русском языке где проживают сотни тысяч россиян русских что не скажешь об Армении почему Путин предал Армению в чем это заключается предательство ведь это как раз таки Армения предала Россию стремясь в НАТО и в Евросоюз это ведь именно Пашинян говорил о необходимости убрать российскую базу и основать на ее основе натовскую военную базу неужели все это говорил Путин я мог бы продолжить перечень фактов предательства исходящего от в частности Армении в сторону России этот список был бы крайне обширный но давайте перейдемте уже к разговору о представителях армянства на территории Российской Федерации Роман Бабаян и принкнувшая Долма Симонян правильно подмечено намекают на реванш Армении знаете что я вам скажу дорогие друзья мы действительно вернем свои земли один момент я уже осветил вам в отношении того что через пять лет мы точно сможем уже бескровно практически решить все проблемы касательно вот этого маленького территории которые все еще остается за армянами при этом она уже никак не озвучена в отношении обладания какого-либо статуса то есть Россия сама уже показала что ни о каком статусе речь не идет это крайне важно теперь давайте я еще раз повторюсь маленький осколок который остался за армянством не имеющий никакого статуса нигде через пять лет при выводе российских миротворцев оттого легко добиться учитывая что Путин сказал достаточно чтобы одна сторона выступила против Азербайджан может заявить о своем несогласии с нахождением российских миротворцев на азербайджанской земле которая официально даже со стороны России со стороны данного договора не имеет никакого статуса вообще даже автономии то есть мы остаемся наедине с карабахцами так называемыми при этом крайне важно осветить такой момент что при этом на территории освобожденного Карабаха будут присутствовать турецкие миротворцы вы понимаете о чем я армянство вынуждено будет покинуть Карабах даже без заявления Азербайджана о промежутке времени они покинут его сами как только выйдут российские миротворцы то есть те армяне которые не согласятся в течение пяти лет получить гражданство Азербайджана будут через пять лет изгнаны полностью при этом не каждый армянин как вы понимаете даже из проживающих в Карабахе сможет получить данное гражданство это только те кто ни в чем не участвовал хотя я так же как и все азербайджанские мои слушатели не хотел бы чтобы наши азербайджанцы проживали с ними рядом учитывая потенциальные угрозы которые могут исходить со стороны армян доверия им нету даже к тем армянам которые никак себя не проявляли ну что ж и последняя статья с которой я хочу вас ознакомить в данном случае я не буду никак ее анализировать я хочу чтобы вы ее прочитали и сами выразили свое мнение это Микаэл Миносян 7 фактов о том что мог сделать Никол но подло не сделал сами прослушайте точнее сказать прочтите эту статью и в момент загрузки следующего своего видео жду ваших комментариев по данной статье всегда ваш Сиидов Кямран до свидания